Девушки отдыхают Ладно. Короче, встречайте новости игровой индустрии и вся хуйня. Watch Dogs станет настолько опиздохуительной игрой, что даже у простых горожан будет развиваться плащи на ветру и открываться зонтики в дождь. Разработчики Metro Last Light анонсировали сразу четыре дополнения со всем новым контентом и плюшками. CD Projekt вложила хуй, забивала болт и клала куколки на оценке рейтинговой комиссии своей любименькой игры The Witcher 3. Глава проекта Beyond Two Souls сделает из игры настоящую драму с душесчипательными моментами, поскольку не понаслышке знает о смерти. Ключевым элементом Assassin's Creed 4 станут кораблики, их тюнинг и морские баталии. Кто бы мог подумать? GTA 5 представит фанатам невъебеннейший набор возможностей для тюнинга автомобилей и мотоциклов. NFS-ка ссосай! И, наконец, релизы! А теперь обо всём поподробнее. Даже если вы с первого раза всосали, что Watch Dogs будет крутофетской игрой, то скорее даже не догадываетесь, насколько опиздохуительной игрой она будет. Не забавы ради, а примера для... Скажу, что в Watch Dogs мирные жители будут открывать зонтики во время дождя! Охуянненько, правда? Разработчики подстроили множество игровых систем таким образом, чтобы симулировать целый виртуальный мир. Команда Ubisoft даже электричество симулирует, чтобы вы могли устроить короткое замыкание какому-нибудь убегающему пидорасу. Даже плащ Эйдена Пирса, который с невъебенной охуенностью развивается на ветру, разработчики надели на всех мирных жителей. Ну, в смысле, у них тоже будет гибкая одежда, а не тупая резиновая модель. И всё это будет жить, дышать и реагировать на действия игроков. Ээээ... Пиздахуенчик! 4A Games и Deep Silver наконец-то решились рассказать о новом контенте, который появится в дополнениях к метро Last Light. 4 дополненьки принесут с собой новые миссии, новые оружия, режимы и вся хуйня. Тут вам и миссия за различные фракции, включая Красную Линию, Рейх и Рейнджеров Полисер. Тут вам и новый режим игры в виде испытаний на точность с Блэк Джеком и глобальными рейтингами. Тут вам галерея для стрельбы, музей метро и арены. И, пожалуй, самое интересное. Разработчики оставили на сладкое. В игре появится 3 миссии с 3-мя новыми персонажами и 3-мя новыми историями. Фанаты смогут поиграть за Павла, Хана и Анну. Заебенчик! Товарищи CD Projekt не только хотели откладывать куколку на всякие там ДРМ-защиты, не только хотели трясти письей на всякие консольки с их буржуинскими требованиями о релизе платных дополнений, но и даже на рейтинге всяких там комиссий положили большой и толстый болт. По словам разработчиков The Witcher 3, будет геймплей, история и качество графики. А всё остальное уж потом. Пшеков явно не заботит, какой рейтинг присвоит игре. Будь то для самых маленьких или для старпёровских импотентов. И даже злотная австралийская комиссия их не страшит. Поэтому в третьем Ведьмаке будет кровища, порнуха и бухло. Я предлагаю скинуться и поставить CD Projekt памятник. И присвоить каждому из разработчиков сон святых. Ах, как бы скучно было бы жить, если бы не было на свете идиотов. Встречайте самых ярких представителей красного уголка. Дяденька, что слышно про Слиппин Докс 2? Ситуёвина серия Слиппин Докс очень печальная. Игра не оправдала ожиданий издателя. Ну, то есть не принесла Square Enix Баблинского в той мере, в которой хотелось. Хуйня, что запросы Square оказались слишком уж безразмерными. Как бы то ни было из-за своих чрезмерных аппетитов, компания понесла. Серьёзные убытки руководителя нахуй сместили и затянули по ту же пояса. Поэтому, вероятнее всего, хуилка ты моё членистоногое Слиппин Докс 2 оставят до лучших времён, концентрируясь на релизах раскрученных брендов и прочей поебени. Ээ, 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 блядь! Прекращайте пускать слюньки! Мне ещё понадобятся адекватные фаны. Игра Beyond Two Souls обречена на успех. А знаете почему? Да потому, что за сюжетной линией стоит настоящая драма, которая развернулась в реальной жизни. Главный сценарист и глава проекта пережил в своё время весьма неприятную ситуацию и потерю родного человека, которая и легла в основу истории о грани между жизнью и смертью. Кроме шуток, Дэвид Кейдж в попытках смириться со смертью близкого человека пришёл к неординарной концепции объяснения смерти с законами физики. В некотором роде. Две тысячи страниц накатали разработчики, чтобы описать процесс разработки игры. Поэтому, если вам нравятся уникальные истории, над которыми хочется поломать голову, ВНИМАЙТЕ! Ключевым отличием Assassin's Creed 4 от своих предшественников будет наличие личного корабля Эдварда Кэнвэя и морские путешествия. Кто бы мог подумать, что такое возможно в игре про пиратов? Шутка! В игре появится развернутая система тюнинга Галки. Корабля, который по сути является вторым главным персонажем игры. Ну, типа там, обвесы повесить, спойлер привинтить, а заодно и загрейдить пушки, чтобы выносить в хламье любой корабль их королевского величества. Игроки смогут захватывать порты, брать вражеские корабли на абордаж, пиздить лут, воровать рома и набирать к себе в команду новых рекрутов и числа захваченных команд. Попутно можно будет поохотиться на кита с гарпуном и заняться дайвингом в поисках сокровища. Игровой мир Assassin's Creed 4 будет воистину огромным, поэтому приготовьте компас и карты, чтобы не заблудиться. В GTA 5 система грейда машинок и мотоцикликов будет куда пизже, чем в GTA San Andreas. Даже последние серии Need for Speed будут делать саки-саки у новой серии GTA по возможности тюнинга. Вот краткий перечень того, что можно будет прицепить на своё свежеспищенное авто. Наборы обвесов, колёс, выхлопных труб, тонировки стёкол, покраски корпуса и колёс, различные виды подвесок, апгрейды двигателей, различные виды покрышек, включая пули, непробиваемые шины и даже бронированные двери. Причём бронированные двери и карбоновую крышу можно будет поставить на мотоцикл. Повелись! По словам разработчиков, из одной машины можно будет сделать более тысячи различных её вариаций. И это всё лишь для того, чтобы геймеры почувствовали себя комфортно, создавая машинку мечты. Ко всему прочему, Rockstar добавила в игру возможности апгрейда оружия всякими глушаками, прицелами, рукоятками, увеличенными магазинами и всякую... заебенчик вещь! Ну а теперь на самое сладкое релизики! Узнаем, что у нас понавыходило за последнее время. Ах, ты беженые твачь! Выплюнули новое дополнение к игре Call of Duty Black Ops 2. В дополненьке, которая пока что вышла эксклюзивно, на Xbox 360, появятся три новые, ничем... непримечательные карты, добавят ещё одну карту, переделку из оригинальной Black Ops, и новый уровень для режима с зомбяками. Причём на уровне с зомбяками появится также новое оружие! Наслаждайтесь, Call of Duty Black Ops! Побочный продукт серии Deus Ex! Мобильная игра Deus Ex The Fool релизнулась на платформе iOS. Игрульку выпустят на устройствах Android с распиздастой историей про некого киборга-наёмника, обиженного жизнью. Долгие годы Бен Саксон служил верой и правдой левым дяденькам, пока они его не кинули. Вы не подумайте, я к этой херне не причастен. Теперь Бен отправляется в путь, чтобы засунуть свой большой Бен в очко дяденек, которые его кинули. Гоночный симулятор от Slity Man Studios под названием Project Cars релизнулся, правда релизнулся для ограниченного круга пользователей, которые активно участвовали в разработке игры. Ну, типа там срали в комментах на форумах, давали бабла разработчикам и тому подобная хуйня. Словом, симулятор уже фактически готов, и даже фактически вышел. Поэтому всем неудачникам, которые пока не могут обзавестись копией игры. Можно фапать на видосы и собирать баблинское на нереалистично реалистичный симулятор. Не поверите! Ни за что не поверите! Вторая дотка взяла и релизнулась офицая! Все желающие уже получили по пачке ключей на бета-тестирование и давно уже дрючатся! Смотрят турниры и занимаются срачами в комментах! Но для непросвещенных Valve отдельно вывела игру со стадии бета-тестирования и создала целую систему на случай масштабного притока игроков. Я бы с удовольствием рассказал, что из себя представляет дотка, да только все и так! О ней знают! Мак и Линукс версия появится несколько позже. Команда Irrational Games решила доказать всем скептикам и критикам, что Bioshock Infinite может быть настоящим безумным шутером и намного пищи всяких прочих! На свет явили дополнение под названием Clutch in the Cloud с четырьмя новыми картами, шестидесятью достижениями и пачкой нового оружия и экипировки! Суть режима заключается в чистом экшене в виде прохождения различных испытаний, за которые можно получать ачивки и прочую ненужную хуету! Ну а следом уже выйдет два сюжетных дополнения, которые переправят Букер и Элизабет в город Восторг! Круто-да! Круто детское! Activision решила сделать из Дэдпула пиздлявого наёмника с дополнением! В своём стиле издатель запилил в дополнение аж, блядь, целых две новых карты и целых два новых костюма! Причём костюмчики запилили намного раньше и выдали обладателям предварительных заказов в качестве бонуса! Теперь всего за три бакса игроки смогут расширить гардероб Дэдпула и погонять по новым картам в игровых режимах Infinite и Challenge! Модные нынче тенденции перезагружать всякие старые игры поддались и разработчики шутера Rise of the Triad! На свет явили перезагрузку Rise of the Triad Dark War 1994 года созданную на движке Unreal Engine 3! В игре появится одиночная кампания в четыре эпизода где игрокам предстоит прикинуться агентом спецотряда и валить грёбаных узкоглазиков! В мультике создатели сохранили уникальную атмосферу безумства и напряга быстрый темп игры и всякую прочую шлоебенечку! Игру выпустили эксклюзивно на письку! Давным-давно в Mars Warlocks люди колонизировали не поверите Марс! Но случился великий прорыв и всем теперь придётся сражаться за воду! Игрокам предстоит прикинуться беглым военнопленным в стиле киберпанк и пробираться к свободе между адовой хуетой, которая творится на планете! Различные гильдии воюют, а по улицам бродят неведомые уродцы, которые так и норовят скушать его на завтрак! Если писюны уже несколько месяцев наслаждаются ролевиком на PC, то на Xbox 360 игра вышла только на этой неделе! Если название Сюбур, Дэнди и Сега вам о чём-то говорят, значит вы не школота! Эммм... В смысле... Значит вы должны помнить серию Shadowrun с её псевдометрическим тридомиром и тактическими пошаговыми ролевыми возможностями! Так вот, разработчики оригинальных серий решили выпустить Shadowrun Returns и вернуть фанатам чувство далёкого детства! Ха-ха-ха-ха! Идёт 2054 год! Кто-то кого-то убил и теперь кто-то должен найти убийцу в лучших традициях детективного жанра! Ностальгировать можно на PC, Mac, андроидофонах и планшетах! А также на яблочках! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Который обещал меня представлять в лучшем свете! Поэтому вы тут быстро потыкайте лайки под видео! Подпишитесь на канал! А я метнусь наваляю ему пизделяторов! И не забывайте заходить на GameBomb.ru Там скриншоты, трейлеры, новости, обзоры! Всё свеженько! Только что из музея! Всё, я побежал! Алоха! Геймерятушки! Геймерятушки!